Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. На самом деле, в интернете много всяких скрытых интересных инструментов и функций. Естественно, в одном видео я их все показать не смогу. Покажу вам 10, немного разноплановых, но, как по мне, наиболее интересных. Первый – это инструмент для проверки электронной почты. Не взломана ли она? haveibeenponed.com Как минимум раз в несколько месяцев в интернете происходит взлом крупного сайта, после чего учетные записи нескольких сотен, тысяч или даже миллионов человек попадают в руки хакеров, а иногда и в открытый доступ. Один из сотрудников Microsoft, Troy Hunt, создал сайт haveibeenponed.com, на котором можно узнать, входит ли ваш аккаунт в число взломанных. Чтобы проверить на этот предмет свою почту, достаточно внести ее в специальное поле и дождаться результата. Если ваша почта не попала в число взломанных, можете быть спокойны. Или подписаться на уведомление, на случай, если она попадет в базу данного ресурса. Если она определена как взломанная, позаботьтесь о ее безопасности, следуя трем шагам, которые предлагает вам данный ресурс. Специально для фанатов ретро-игр, Google дает возможность сыграть в одну из них прямо из поисковика. Для этого достаточно ввести в окне поиска Pac-Man. И Google предложит вам сыграть в нее, используя свой интерактивный дудл. Просто кликните по нем и наслаждайтесь. Кстати, пользователи Google Chrome уже наверняка знают, что при отсутствии подключения к интернет, браузер предлагает скоротать время, играя в Т-рекс или Дина-раннер-офлайн-игру. Нажмите пробел, чтобы запустить ее и коротайте время. Третья фишка. Что делать, если интересный вам сайт не имеет русского интерфейса? Увидеть его перевод с любого языка на удобный вам можно с помощью всем известного Google Translate. Для этого переходим к переводчику Google и вставляем в поле для источника перевода адрес интересующего нас сайта. Например, headmanrecovery.com на английском языке. Выбираем язык источника. Английский. Язык, на который нужно перевести. Русский. Теперь кликаем по подсвеченной ссылке в окне перевода и попадаем на уже переведенную страницу сайта. Причем, как правило, все ссылки и кнопки на нем остаются рабочими. Это можно проделать с любым сайтом и использовать любые языки. Четвертое. С помощью интернета можно найти утерянный или украденный Android смартфон. Для этого забейте в поиске Google Find My Device и выберите соответствующий сервис из списка. Сервис найдет ваше устройство и укажет его расположение на карте. Только имейте в виду, что для этого вам потребуется войти в Google Аккаунт, с которым синхронизировано устройство. Очень детальные видео о том, как пользоваться данным инструментом, уже есть на нашем канале. Ссылку оставляю в описании. Фишка номер пять. Для скучающих любителей онлайн игр. Если вам надоело серфить по социальным сетям или просматривать бесконечное количество видео в YouTube, то перейдите в Google Images и введите Atari Breakout. Поисковик автоматически предложит вам сыграть в данную игру. И еще одна фишка сюда же. Если набрать в поиске Zerg Rush, желтые и красные Google буквы О начнут уничтожать результаты поиска. По ним придется кликать, чтобы убить. Есть и другие. Загуглите, если интересно. Все много раз видели QR-код и многие уже знают, что это такое. Если вам нужно создать QR-код со ссылкой на сайт, имейл, аккаунт в социальных сетях или просто любой текст или сообщение, то вы можете это сделать очень просто. Есть много бесплатных сервисов для этого. Ссылку на несколько я оставляю в описании. Чтобы воспользоваться таким инструментом, достаточно выбрать QR-код, чего вы будете создавать. Особенно мне понравился вариант с QR-кодом для подключения к сети Wi-Fi. Достаточно ввести требуемую информацию в специальные поля и создать QR-код. Скачайте созданный QR-код и разместите его в удобном месте. В результате вам не понадобится в дальнейшем диктовать людям название своей сети и пароль. Чтобы прочитать данный код, существует множество приложений. Достаточно просто установить одно из предлагаемых и сосканировать с его помощью созданный QR-код. Седьмая фишка. Пользуясь социальными сетями или аккаунтами каких-либо других ресурсов, мы часто осуществляем вход в учетную запись автоматически, используя сохраненный системой пароль. Но иногда, например, в случае, если вы решили изменить такой пароль, вы обнаруживаете, что забыли действующий, а он отображается в виде точек или звездочек. Чтобы посмотреть его, кликните правой кнопкой мыши на поле с замыленным паролем и выберите «Просмотреть код элемента». В выделенной строчке появившегося кода страницы найдите слово «Пасворд» и кликните по нему дважды. Измените его на «Текст» и нажмите «Ввод». В результате в поле пароля он отобразится вместо точек. Кстати, вводимые с браузера пароли, причем не только ваших аккаунтов, а и других пользователей, вы можете узнать с помощью Hetman Internet Spy. Достаточно просканировать нужный браузер с помощью программы, и она отобразит все вводимые с него пароли, а также историю посещений сайтов и многое другое. Ссылка на страницу программы будет в описании. 8. Многие не могут не то что работать, но и находиться в полной тишине. Часто нам хочется слышать какой-то ненавязчивый шум, например, морской прибой, лес с пением птиц, водопад, треск поленьев, мурчание кошки. Как ни странно, разговор толпы или шум кафе или ресторана также попал в этот список. Благодаря кофетивити вы сможете абстрагироваться от окружающей действительности и войти в состояние потока, благодаря чему улучшите продуктивность работы. А кто-то, возможно, и вдремнет. Ссылка на ресурс в описании. Фишка номер 9. Очень часто удаление аккаунта социальной сети или из другого ресурса становится сложной задачей. Найти такую страницу в настройках сложно или практически невозможно. Не расстраивайтесь. С помощью ресурса justdelete.me вы можете попасть прямо на страницу удаления аккаунта социальной сети, интернет-магазина или другого ресурса. Для этого переходим к justdelete.me и находим сайт, аккаунт из которого необходимо удалить. Например, Одноклассники. Кликаем на нем и попадаем прямиком на страницу удаления аккаунта. Просто подтверждаем удаление и все. Только имейте в виду, что вы должны быть залогинены именно из того аккаунта, который намереваетесь удалить. Не удалите случайно не тот. Ну и под десятым номером я расскажу о нескольких полезных функциях поисковика Google. Кстати, другие поисковики, как например Яндекс, также имеют схожие функции. Если набрать в окне поиска калькулятор, то поисковик предложит вам вполне себе рабочий онлайн-калькулятор. Если набрать в поиске вопрос о расчете определенной суммы денег из одной валюты в другую, то поисковик вам выдаст уже готовый результат расчета по актуальному курсу. То же самое и с необходимостью конвертации величин. Написав после какого-то слова определение, Google сработает как толковый словарь. И так далее. Попробуйте, в поисковых системах таких функций множество. На этом все, но только в этом видео, так как фишек интернета неосчислимое количество. Ставьте под видео лайк, если оно было интересным и подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.